Темные улицы даже в центре, похоже, стали нормой для Ульяновска. На модернизацию сети освещения областному центру направили из федеральной казны полтора миллиарда рублей. Такую сумму озвучили депутаты законодательного собрания на заседании Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Доделать работу должны были к 1 июня. Однако улицы так и продолжают утопать во тьме. Жители города расходятся во мнении, кого-то все устраивает, но все же недовольных большинство. У нас, например, в 15-м дому сделали освещение отлично. Это новый, новый столу поставили, новая провода. Горит хорошо. Освещение в городе мне, в принципе, устраивает, но на некоторых улицах, например, где я живу, в железнодорожном районе, освещение вообще отсутствует. От железнодорожного вокзала до Индиска, и там вообще лампочки не горят, а на пешеходной территории там вообще отсутствует. Даже страшно не идти ночью. Вот, короче говоря, вот тот, который свет был раньше, он лучше. То есть вас не устраивает? Нет, нас это не устраивает. И на венце стало очень, вы знаете, глазам бьет резко. И потом не так освещает. Вообще не тот свет. Мы против. С жесткой критикой реализации программы высказался губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона. Освещение как толком не работало, так и не работает. Насколько я понимаю, проблема здесь довольно-таки серьезная. С чем она связана, разберутся по выхранительной органам. Но то, что более трех месяцев руководство Горсвета не предпринимает реальных попыток разобраться в починах и найти решение, а отделываются вялыми отговорками, попытками вести всех в заблуждение, никуда не годится. Я считаю, что необходимо понять жесткие кадровые решения. В этот раз решить проблему с освещением обещают в следующем году. Такая велотекущая работа не годится. Алексей Русских предложил рассмотреть вопрос об объединении Ульгеса и Горсвета. Ранее последнее предприятие было выведено из состава городской электросети. Каждый вечер получаю доклады, какие автоматы включены, какие не включены. Но то ваше предложение рассмотрим, Алексей Русевич, по поводу объединения Горсвета с Ульгесом, чтобы оптимизировать затраты. Глава города дал поручение по объединению данных организаций. В настоящее время разрабатывается дорожная карта. Как сообщила пресс-служба городской администрации, процесс объединения трудоемкий. Требуется перевод людей и техники на баланс предприятия. Глава города Александр Егорович Балдакин поставил задачу перед правовым управлением, а также перед юристами и бухгалтерскими службами МУП Ульгес и Горсвет проработать вопрос объединения данных организаций. А пока правоохранительные органы уже заинтересовались этим делом и начали проверку по обращению депутатов ЗАГС Собрания. На данный момент на самонесущее изолированные в городе заменили 100 километров голову провода систем освещения. Выполнить весь годовой план в объеме 250 километров должны в ноябре. Кирилл Савосин, Управда ТВ.